Так, ну вроде бы я перерепосоединился, у меня видимо проблемы с интернетом было, в общем пропало соединение, пришлось ребутать свой модем и не знаю, какой-то бред получился. Ладно, переполучаемся в игру, видим, что здесь у нас отъехал с ларти, потерял свой аегис. Так, мне главное сейчас знать, что у меня всё работает, то есть у меня всё работает, значит всё будет окей. Если нет, то будем опять фиксить. Появился ли я? Слышно ли меня? Ладно, пока смотрим, по ходу дела разберёмся. Итак, у нас опять-таки в спину атака будет от Рубика и Алхимика сейчас. Ребята, извиняюсь за это происшествие небольшое, ну вообще не мог, не мог я знать, что у меня так вот случайно рипнется просто интернет. Так, здесь уже шаттудем он пошёл, находит его тут же Рубик, моментально весь Алхимика, Максит Спрей будет встанить. Да, ну и шаттудем здесь конечно не по шансам. Всё, спрятал, лол, и в живых сейчас ещё останется Эксит Спрей, ну и 35 хп, лол, остается в живых. Как отлично себя засейвил, кстати. Ну и не успел здесь Найкс. Вообще, как-то у нас экшн происходит, непонятно. И пока 1-0 команда Друидс ведёт, хотя по идее должна ввести команда Тим 3D, потому что они сделали ФБ. И ФБ они сделали на Мишке. Непонятно. Ну ладно, у нас, видимо, пока я переподключался, там крашнулась немножечко дота, какой-то забаговалась. В общем, вы имеете в виду, что Тим 3D ведут пока 1-0 против команд Друидс. Больше вроде бы ничего не случилось, у нас идёт 7 минута и... Не слышно Дот ТВ. Меня вообще хоть где-нибудь слышно? Мне просто интересно. Так, вижу, что работает вроде. Вроде всё работает. Дот ТВ должно быть слышно. Сейчас я посмотрю. Раз, 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 раз. Слышно меня хорошо должно быть Дот ТВ. Да, вот я проверяю сейчас. Окей, ладно, продолжаем. Короче, смотрите, ребят, всё. Забываем про этот маленький дефект, который был. Извиняюсь за это ещё раз. Ну, не знаю, ни с того, ни с того, ни с того, у меня просто интернет выключился. И вынуждена была перезагружать свой маршрутизатор. И только после этого всё заработало. Ну, бывает такое. Ладно уж. Сошлёмся всё это на китайскую технику и так далее. Ну, или больше на китайский провайдер. Тем временем игра у нас продолжается. Напоминаю, что с вами сегодня с ЛТВ Адекват. Мы наблюдаем сегодня за Викинг Апом по номерам 55. У нас разыгрывается слот в Pro-серию. Среди 32 лучших команд 7 Pro-серий. Ну, и, соответственно, ТОП-1 забирает себе слот в ту самую Pro-серию. Играть будут в системе Single Elimination BO1. То есть, соответственно, проиграл, вылетел, выиграл, проходишь дальше. Ну, и получается, у нас одновременно будут идти игры. И, соответственно, 5 матчей на ваш экранах сегодня должны у нас пройти. Слышно говорят? Ну, всё, окей, вроде бы я тут. Ладно, здорово, здорово. Поехали смотреть. Итак, у нас пошло уже теперь время 9 минуты. Давайте посмотрим, что у нас в миде имеет Сларк. Сларк себе хастуется. Приобрёл, здесь у него ПТ. Боттл имеется. Мэджик Вон 5 зарядов. Есть у него ТП-шка левел 8. Здесь у нас Анис Профит ушёл к нейтралам. Да, начинает, начинает фармить именно здесь энчинтов. Да, ну и Гайра на фрифарме. По сути дела, показывает он не топовый КС. Топовый КС показывает у нас Найкс. Тем не менее, у Гайра Коптера имеется Фейзы и у Агроклаба. И Ринков Базилиус. А у Найкса имеется Арминетов Мордиган и Фейзы. Робик себе приобрёл, кстати, Урну в Шадоус. У него также запок. Неплохо в Паково у нас суппорт команды Тим 3D. Ну и смотрим дальше. Что Медвежонка? Медвежонок у нас в Спирит Берри имеет уже Фейзы. А в самом Лон Друиде пока ничего нет и 900 монет сверху. Итак, Сларк опять пошёл куда-то. Здесь стоят СН3. СН3 команды Друидс. Поэтому спалился Сларк. Однозначно ещё и Абсервер. Ну, видит, конечно же, Нюкс Ассадин. Дальше никуда не выходит. Просто постоял на своём ХГшке и подождал. Но продолжает фармить на Икс. Нейкс Профит. Интересно, тоже с Фейзами. Левел 6 скоро будет седьмого. Нет у него фастов каких-то там, я не знаю, Хэддэф Майдосов. Пока вот, пока именно так раскачивается. Да, ну и вынужден возвращаться в свои леса, чтобы продолжить свой фарм. Так, Сларк здесь уже на самом деле не весело. Потому что Медвежонок у нас ковый левел левел 8. То, соответственно, Мишка у него уже четвёртого. Соответственно, проходит периодически корни. Это очень неприятная штука. Поэтому, конечно же, Сларк вынужден аккуратненько здесь действовать. Алхимик. Лоу ХП. Сапог у него есть. Есть также Сейдж Маск. Ну, это опять-таки выход будет Медалиновка Рейдж, я думаю. Ну, и стоит, пока ворует экспу у нас у Орляника. Орляника, конечно. Так, что у нас у Бэтрайдера? Отчаянно фармит, конечно же, себе сейчас на даггер. Пытается делать дабл спаун, дабл стаки. Через фаерфлай выфармливает. Но, наверное, всё-таки это нужно. Действительно, для того, чтобы инициировать какие-то драки. Очень быстрый даггер на Бэтрайдере способствует этому. Неплохо у него получилось здесь дабл спауну сделать. Да, ну и сейчас, конечно, с этой пачки, с этих двух пачек, точнее, с этих двух стаков, сможет, наверное, забрать себе даггер сразу. Поглядим. Пока вроде не торопится с фаерфлай. Может быть, хочет ещё один стак сделать. Так, Кайра. Выходит в БКБ. Мы прекрасно понимаем, потому что собрался Огр Клаб. Тысяча монет у него сверху имеется. Ну, и будет фармить дальше, конечно. Так, Медвижонок. Контроль руны. Видит руну ДД здесь. Ну, и забрал её себе. Ну, как забрал. Считаю, можно сказать, просто про юзу. На Медвижонке ДД, конечно, никак не отображается. Поэтому просто не дал Сларку взять. Это самое главное. Да, ну, продолжается. У нас с фармом более-менее спокойная игра. Опять-таки, после того ферзбат, который мы с вами видели, больше ничего не произошло. Потому что я пока переподсоединялся и так далее. Смотрю, здесь я прежде всего счёт такой же. Никто вроде никого не убивал. И вроде бы ребята просто фармят. Ну, и посмотрим, кто в итоге сильнее окажется. Найкс нас или Гайрокоптер. Я пока всё-таки предпочтение даю того самому лайфстейлеру. Всё-таки у него уже имеются фейзы и армилетов Мордиган. Это уже достаточно артефакта для того, чтобы, я не знаю, где-то в мид-гейме уже выигрывать драки, да. Ну, и плюс ко всему, он дальше продолжает фарм. У него 1200 денег уже имеется. А чем дальше, тем хуже, конечно. Так, стоит здесь Сентри Вард. Это от команды Друиз сейчас, чтобы палить Сларка. Но Медвежонок очень аккуратно действует, мы видим. Особо не вылазит. Просто и Медвежонкам контрит здесь. Да, ну и поэтому ПКС, конечно, проигрывает он... Хотя немного проигрывает, на самом деле. Видим, что разница всего буквально в один крип. Так что у них более-менее ровно всё. Ну и Батрайдер, наконец-таки, вынес себе свой даггер. Тут же возвращается на базу этим самым даггером. И 188 у него денег поверх надо. Ну, конечно, нужно ещё и сапог какой-то. Думаю, Транкфилл если собрать, будет вообще всё замечательно. Всё, говорят, норм. Ну, раз всё норм, значит, продолжаем смотреть. Ладно, ну, народ только немножко у нас подушёл сразу после того, как трансляция рипнулась. Видимо, неожиданно думал, что я с концами ушёл. Но нет, ребят, я вернулся. Так что можно созвать всех обратно. И можно, опять-таки, делать лайки и репосты. Ну и, конечно же, общаемся с вами на Твиче. Твиче.Тв.Слэш.Арладр9. Заходите туда. Ну и проблема ещё только в том, что, опять-таки, ввода не получится, к сожалению. Так что я его скинуть не смогу. Вот, так что вводы будут в следующих играх. Так, ну что у нас по-прежнему? Пассивная очень игра происходит. Нюхсас, кстати, получил левел 5. Пока не шестой, но бегает в инвизе. Руну подобрал себе. Ну и эта попытка будет кого-то убить. А здесь, смотрите, Алхимик. Ой, батя, как здесь на Сларк. Очень здорово, на самом деле. Алхимик бегает под смогу. Сейчас лишь бы не спалиться. Смотрите, станчик. Будет кого-то разряжать. Нет, ни в кого не разряжает. И всё-таки разряжает. Смотрите. Лондруид. Лондруид тут же стоял. По такси-цепреям. То есть Рубик так же залетает. И рядом Бэтрайдер. Ловит в лассо. Начинает по тавру его нести. Здесь под салл кетчером очень больно Сларк. Сларк пытается жить. Панцами, конечно же, будет выпрыгивать. А Бэтрайдер-то следом. У него и дайгер-то имеется. И пошёл опять-таки дальше. Но ничего не получилось. Ну и получилось драку у нас ни за что. Как говорится, никто никого не убил. И все разбежались мирными путями, как говорится. Ну и Сларк тоже, видимо, приобрёл себе Огрклаб. Тоже у него будет делаться по КБ сейчас потихоньку. Так, надеюсь, загулял Гайрокроптер. Тут пришёл саллайстилер на ТП. Пошёл кого-то искать сейчас. Алхимик тоже здесь разряжается. Кстати, его под бацами лишь бы достать. Сейчас достает. Отлично. Но Крипы мешает. А Сларк ещё здесь отлично. Это будет минус Данск. Так, ну и команда Тим Приде делает второй килл в этой карте. Да, ну что-то. 2-1 пока команда Тим ТД по-прежнему впереди. Вместе, видимо, собралась. Тут уже, опять-таки, убивают Эншентов. Ну и видим, что у Лавсилера уже скоро появится Башер. Осталось буквально 200 монет. Очень плотный персонаж, конечно. Куски будут просто здоровые отваливаться от того, что Бэтрайдер, всяких, я не знаю, Медвежон, Медведей. Потому что, опять-таки, у них очень много будет здоровья в формах. Ну а, там, имея такую пассивочку, как Фист, можно отжираться просто и наносить очень-очень много дэмэджа. Так, Сларк у нас сконтрил очередную руну. На этот раз это руна регенерации. Левел 11. Ну и опять-таки, возвращается в мид. Ну и пока я не вижу, на самом деле, в команде Труидс, как выигрывать эти драки. Да, вроде бакцент сделан у нас на Медведя, на Гаррокоптера. Но даже, например, собравшийся БКБ Гаррокоптера особой опасности не представляет вообще. Потому что у тебя дэмэджа, по сути, с руки не будет. Значит, тот же самый Найскмит с Алхимиком, я думаю, со Сларком, этого Гаррокоптера будет вырезать прямо под БКБ. Особо не боясь. Так, ну и снова, опять-таки, какой-то выпад. Нас Алхимик, кстати, собрал себе Медальоновку Рейдж и на низ будут атаковать сейчас кого-то. Либо Бутрайдер, или, может, кого-то другого получится. Сейчас посмотрим. Ну, опять-таки, по Тавр лезть, наверное, не будут. Все-таки рановато. На 15-й минуте вот так вот наражен лезть. Тем более, что соперники практически в полном составе здесь внизу готовы расторожаться. Да, здесь четвером. Ну, и Медель только в миде. А, он тоже, кстати, скупился в Тракфил Буцы. Ну, и здесь у Спирит Биры появляются фейзы. Так, ну и что? Бутрайдер уже полетел, смотрите. Полетел на тагере, будет ловить. Кого-то не достает буквально чуть-чуть. Рейнджи не хватил. Тут же моментально надавил на пятки и бежать надо. Там еще был Никс Сатин в Медете, поэтому у него она заканчивалась. Если бы Бутрайдер кого-то поймал, там абсолютно полностью рассказ влетел именно в этого персонажа, конечно, без шанса бы отъехал. Ну, здесь очень четко сыграли команды 7-3-д, прочуяли этот момент и просто всей толпой дружно отбежали назад. Ну, теперь знаю, что у Бутрайдера нету даггера, нет фаерфлая, поэтому, в принципе, можно, наверное, инициировать драку. Однако даггер уже есть, лассо, в принципе, тоже, и фаерфлай будет через 10 секунд. Поэтому этот мух повторится. Так, кликаю. Здесь кого же будет забирать, потому что самое интересное, Бутрайдер здесь? Найкса либо Сларка? Ну, я не знаю, если Сларка они не смогут разобрать, то потом, конечно, будут у них большие проблемы. Найкса все-таки, наверное, попроще будет убить. Хотя, если этот парень успеет рейдж прожать, в принципе, его тоже очень долго будут бить. Найкс профит нас фармить дальше, видим, что появляется у него клеймо, и 900 монет у него сверху имеется, значит, будет делать шедлоблейд себе. Да, шедлоблейда, буквально осталось 600 монет. Ага. Ну, да, команда Team 3D, конечно же, знает, что Рошана они первого уже убивали, поэтому тайминги абсолютно все у них имеются. Ну, и сейчас Медалька этого Рошана будут убивать и второй раз. На этот раз, опять-таки, без Сира, точнее, но, тем не менее, опять-таки, дополнительный экспорт, дополнительные денежки получить на команду, это здорово. Так, ну и будет ли команда здесь драться? Пока они без Вижена, без вардов абсолютно остались. Ну, и на удачу только Хаоэ кидает здесь. Кстати, Найкс уже готовый, подготовил инфестбоб, успятался в Сларка, Сларк пойдет и дальше. Так, паунс им прыгать, не цепляет Гаркоптера, Найкс влазит, тут же опыт ванцы, начинают грызть, иллюзии, тут Шадоу Демон, отлично, засеялся администрапшн, Бутрайдер летит, нас летит, и поймал Лассо, Найкса пытаются убить, Найкс, пожалуй, тот самый Рейдж, забревают Нюкса Сассина. Отлично, в принципе, колдаун был от Гаркоптера, но дэмэджа маловато, не хватает, Джиуха остается властелем, переключает армлеты и продолжается нас драк и дальше, пока 0-2. И погоня, погоня за Шадоу Демоном. Или нет? Нет, отпустили, отпустили, да, лучше в это время воспользоваться и забрать какого-то самого опять Рошана. Ну, котенок мне тут мешает, ну и Рошана, видимо, забирать команда в ТМ-3Д будет. Тогнал его подальше, ну и что у нас происходит? Асид Спрей, как положено, медалька, минус 10 брони у Рошана, да, ну тут, конечно, он будет в щитные секунды просто разваливаться. Так, на этот раз Аегис подобрал на нас лайстиллер, не дали Сларку. Ну, Сларку, наверное, поначалу все-таки прибыльно было получать тот самый Аегис, ибо лайстиллер стоял против крипов фактически, то есть он там никак не мог реализоваться. Ну, а Сларку более-менее нормально. А сейчас, конечно, Найксу нужнее, потому что, опять-таки, у нас начинаются какие-то файты, ну и Найкс вниз, конечно же, будет вписывать не раэто количество дэмэджа, это мы прекрасно понимаем. Так, ну еще 4-1 используется команда ТМ-3Д и с Аегисом. Команда ТМ-3Д пока действительно на коне. Посмотрим по графикам, видим, что пока вот больше 5000 плюс по золоту они имеют, ну и по XP где-то порядка 7500 тоже. Есть преимущество, да, и команда ТМ-3Д, конечно, в затруднительном положении находится. Опять-таки, это может сказываться только о том, что они играют не в полном составе, опять-таки, как мы уже знаем, что их часть игроков полного состава, ростер, пока находятся на работе, еще не все пришли, у них там немножко время другое, 2 часа раньше, чем по Москве. Поэтому, конечно, может быть, с тимплеем пока не все хорошо. Ну, а ТМ-3Д, конечно, могут воспользоваться этим моментом и пройти в 1-8, убив вот эту команду. Итак, то есть, Бэтрайдер очень опасно бегает, пошел на Сларк, тоже пытаясь прыгать, смотрите, и чуть лицо его буквально не убил. Шелудемон, отличный сейв, Нюкс тоже здесь подкапывает, пытается Алхимику очень быстро забить, Бэтрайдер все еще живет. Сларк пытается еще распрыгнуть, Сларк прыгает, таки добивает этого Бэтрайдера, но сам под Тавером сейчас находится очень больно, Вендето разряжается в него, Нюкс, Нюкс умирает. Это минус 3 в исполнении команды ТМ-3Д, подтягивает абсолютно все сюда, и отличный сейв. Ну, и будут забирать сразу же еще и Тавер. 1-7, команда ТМ-3Д, конечно, пока проседает очень плотно. У Гарокоптера БКБ мы уже видели, один раз он его проюзал, но, опять-таки, как я говорил, БКБ это хорошо, но дэмэджа не хватит. Да, кинул кулдаун, дал пару блюх с Флэг Кэнона, но, опять-таки, имеет дэмэджа всего лишь сколько? 134, ну, с учетом резистов и так далее, то есть, ну, это особо не чувствуется. Так, Найкс уже, кстати, имеет 2-300 лишних денег, и вот вылазка на Гарокоптера. Сларк здесь бегает, уже ничего, по сути, не боится, 3000 денег у него имеется, уже хватает райт-кликом купить себе БКБ-шку. Ну, и что, я думаю, он сделает? Да, собравший Сларк БКБ, там, я не знаю, Найкс купит себе какой-то... А сладкий РАС, может быть, да, купит себе Гиперсон там и так далее. То есть, там уже, конечно, команде друид себе шанс. Что у Медведя? У Медведя, Тарквил Буцы и Фейзы, и 2-800. И сейчас его убьют, скорее всего. Ой, корни срабатывают, как удач, что у нас на Найкса. Но все равно не уйдет, потому что подтягивают сюда Нейкс Профит, плюс еще Алхимик сейчас разрядится станом. Да, ну и Найкс тоже подоспел его подманцы, и просто бьют с руки. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило нас, товарищу Фиской Нулину. Ну, опять-таки, преимущество, конечно, большое, вот имея такого Нейкс Профита, который будет постоянно по лайнам летать, и фактически может оказаться в любом моменте в нужном месте. Чем, собственно говоря, он и пользуется. Итак, у нас все время команда Руидс помидывается, правда, это один Тауэр. Ну, хотя бы так, поспользуясь с моментом, скажем так, смогли хотя бы Тауэр пропушить. Да, ну и Сларк покупает себе сразу БКВ. Нейкс еще фармит. 3200. Интересный будет следующий его артефакт, конечно. Но я думаю, чтобы он здесь не собрал себе, да, все будет хорошо ему. Может быть, сразу пойдет в Абужилл Блейд. Тоже довольно-таки хороший вариант. Дэмэж из руки будет неверено, плюс активный стан, плюс замедление, плюс рейдж, то есть, вы понимаете. Можешь рассказать, как Рошу забрали, начало пропустил. Да все просто. Команда Team 3D просто на первом левеле пошли и забрали Рошана. Поставили вот такие же ворды, вот как здесь сейчас стоят. Пошли под эксид спреем, тринты от Нейджа Спрефита, в принципе, пушили. Вот. Ну и с руки, с руки били, били. Там, правда, Сларк два раза чуть не отъехал, но его там отхилили, так что все окей. Ну и поэтому потом уже команда Team 3D, получается, начинала свою игру, имея на полтора левела больше, чем их оппоненты. Воспользовательную ситуацию там сделали они Феррис Блад. Ганг отличный там, исполнение Алхимика плюс Рубика был. Ну а там уже, как все говорится, по накатанной пошло. Ну и сейчас они забрали второго Рошана. Третьего обязательно тоже, наверное, будут забирать, правда, он еще не скоро появится. Ну и захватили тотальное преимущество сейчас по карте. Видим, что вот уже 10 тысяч плюс и по золоту. Я напоминаю, что 21 минута, это очень много. Ну и по опыту тоже порядка 10 тысяч, в принципе. Здесь главное команде Team 3D не натворить делов. Видим, что Лондруид 3200 нафармил. Ну, я не знаю, Сакрит Релик, или это будет? Выход в Радианс какой-нибудь? Ну, в принципе, помочь может, на самом деле. Если вот в замесе игнорировать этого самого Спирит Бера, который будет просто бегать, всех сжечь, еще и бить корни там какие-то, выпускать, тогда, в принципе, у командру Руид все может получиться. Тем более, что мы знаем, эта команда довольно-таки неплохо себя показывает именно в тимфайтах, знает, что делать надо, поэтому я пока их не сбрасываю со счетов, но позиция, конечно, их трудноватая сейчас. Действительно, сделать что-либо очень будет непросто. Видим, что Next Project у нас собрался бить тем временем Shadow Blade, и 2400 сверху у него имеется денег. Так, алхимик у нас медальонов Core Rage, есть у него ПТ-шечка, ну, куча всяких хилок и так далее. Все-таки напоминаю, что он в качестве саппорта играл в этой карте, поэтому от него каких-то сверх шмоток ждать не приходится. Ну, и Лайс Тилер все-таки покупает себе обошел Блейд. Ну, или Абусул. Наверное, все-таки Абусул правильно читается. Ну, ладно, неважно. Дамаж, конечно, с руки у него сейчас немерено. 100 плюс 133. Это на 13-м левеле. Об этом только можно только мечтать. Плюс дополнительный дамаж, конечно же, от Фиста. И плюс-плюс все остальное. Активные станы, активное эскейп в виде инфеста, активное замедление в виде опенбанцов и БКБшка в виде рейджа. Все-все-все как надо. Плюс еще Аегис имеется. То есть я не знаю, как команду Руис сейчас будет его Найкс убивать. А вот пропадает, кстати, Аегис через 30 секунд. И пошли, конечно, команда Team 3D прекрасно понимает, что вот-вот Аегис кончится и должен уже вперед просто идти к Денверу. Просто идти вперед. На всех нападать. Неважно уже. Просто разменить Аегис. Вот Райдер спрыгивает. Лавстилера. Ну, надо отдастся ему. Надо просто ему отдастся сейчас по максимуму. Сейчас развести на стиле.